Здравствуйте, коллеги! Глубокая благодарность организаторам этого форума за возможность выступить. Я расскажу о онкогенном потенциале ВИЧ-антигенов, но немножко в общем и на примере конкретной экспериментальной работы, которую мы выполнили. Все знают, что основными двигателями злокачественных заболеваний при ВИЧ-инфекции является естественное иммунодефицитное состояние, а также сопутствующие состояния – это хроническая антигенная стимуляция, цитокиновый шторм и также коинфекции больных ВИЧ различными вирусами, множество из которых онкоген. И, соответственно, при этом происходит активное взаимодействие различных факторов вирусные белки могут захватывать клеточные процессы для того, чтобы пролиферировали именно зараженные вирусом клетки. многие белки патогенных являются факторами, онкогенными факторами. Они, с одной стороны, способствуют тому, чтобы повреждались зараженные клетки, а с другой стороны, способствуют тому, чтобы выживали эти поврежденные клетки. И это фактически является основополагающими процессами при раковой трансформации. А также, поскольку, как я уже упомянула, циркулируют различные вирусы, обладающие онкогенным потенциалом, то и происходит взаимодействие онкогенных факторов этих вирусов, а также онкогенных факторов внутри одного вируса. Ну, это вполне, так сказать, окутная ситуация при ВИЧ-инфекции, поскольку мы знаем, что ВИЧ-больные страдают целым рядом вирусных инфекций, которые приводят к характерным для состояния СПИД раковым заболеваниям. Это саркома Капоши, беклеточные лимфомы и рак шейки матки, гипоциллярные карциномы и лейкемии. Это, так сказать, давно уже известно и, можно сказать, классиками онкологии описано. Но это все, так сказать, касается тех вирусов, которые циркулируют среди ВИЧ-инфицированных лиц. А, так сказать, что мы можем сказать о самом вирусе иммунодефицита? Он тоже, как бы, совершенно тут не наивен, так скажем. Давно уже появились работы, и их число, я бы сказала, нарастает, показывающие, что отдельные белки ВИЧ тоже являются онкогенными. Не все, так сказать, вот если мы, скажем, о гепатите С говорим, то можно сказать, что практически каждый из белков вируса гепатита С имеет тот или иной онкогенный потенциал. Все или практически все? В случае ВИЧа это не совсем так, но, тем не менее, целый ряд белков ВИЧ имеют некий онкогенный потенциал. Они могут трансформировать клетки, как, например, ТАТ. Они способствуют трансформации наряду с другими онкогенами. Они изменяют миграцию клеток. Вот тут просто я привела для примера несколько статей на эту тему, которые появились за последние несколько лет. Вот в связи с этим у нас, вот в связи с такой, так сказать, проблемой повышенный рост случаев раковых заболеваний среди ВИЧ больных, несмотря на успешную противоретровирусную терапию. И вот эти данные о онкогенном потенциале отдельных ВИЧ-белков возникает вопрос, собственно, каков вклад в вирус иммунодефицита как такового. И также его взаимодействие, его, так сказать, способность вызывать окислительный стресс. Потому что те белки, для которых описаны онкогенные свойства, большинство из них способны вызывать окислительный стресс. Конкретно нас интересовал этот белок. Мы работали много лет уже с обратной транскриптазой ВИЧ, и мы показали, что это белок, который вызывает действительно стресс в экспрессирующих ее клетках при транзитной трансфекции. Причем для целого ряда формы обратной транскриптазы нам это было показано. Соответственно, мы задались вопросом, не может ли, так сказать, этот белок иметь некую способность трансформировать клетки или усиливать процесс раковой трансформации. Мы воспользовались фрагментом работы, который мы вели по созданию консенсивной вакцины против лекарственной устойчивости при ВИЧ-инфекции. Мы создали синтетические гены, которые экспрессируют обратную транскриптазу ВИЧ. Наш любимый, как сказал Владимир Юрьевич, наш любимый штамм ФСУА, который широко распространен, и последствий которого множество. Мы составили его консенсив, сделали синтетический ген, экспрессировали этот белок в эпиротических клетках и ввели в него мутации, которые устойчивости к нуклеозидным ингибиторам, которые подавляют отчасти, редуцируют полимеразную активность, и мутации устойчивости к ингибиторам ненуклеозидным, которые, как известно, подавляют активность РНКЗН, чтобы показать, что способность вызывать окислительный стресс и, возможно, как мы предполагаем, онкогенные свойства связаны или не связаны с ферментативной активностью обратной транскриптазы. Мы охарактеризовали активности получившихся белков и действительно показали, что мутации устойчивости к нуклеозидным, ингибиторам снижали полимеразную активность, а к ненуклеозидным ингибиторам снижали активность РНКЗН. Далее мы эти синтетические гены вставили в лентивирусный вектор и трансдуцировали линию рака аденокарцинома молочной железы мышей, несущие репортерный ген. ЛЮК-2 – это ген люциферазы, два синтетические люциферазы, которые позволяют видеть рост этих раковых клеток в мышах, то есть как бы ин-виво наблюдать процесс туморогенеза. В расчёте на то, что мы сможем просмотреть, влияет ли стабильная экспрессия обратной транскриптазы на рост этих опухолей, а также и охарактеризовать свойства этих клеточных линий инвитера. К нами было получено 7 клеточных линий, 3 из них экспрессировали варианты немутированной обратной транскриптазы с возрастающим уровнем, и 2 варианта с мутациями устойчивости к ненуклеозидным, и ещё 2 к ненуклеозидным ингибиторам. Экспрессия всех этих вариантов была показана на уровне вестернблота. То есть мы знаем реально, сколько обратной транскриптазы той или иной производилось с этой клеточной линией в расчёте на клетку. Эти данные у меня есть, я могу их показать, если будут вопросы. Затем мы, естественно, проверили, вызывают ли эти варианты обратной транскриптазы окислительный стресс. Оказалось, что да, действительно, все эти варианты вызывали окислительный стресс, причём если пересчитать до количества белка, производимого на клетку, варианты с большим числом мутаций вызывали более сильный удельный стресс. И, соответственно, в тех клеточных линиях, в которых этот более сильный удельный стресс наблюдался, мы наблюдали также, детектировали масс-спектрометрии, образование окисленных жиров, то есть липид перексидейшн. Но я при этом хочу сказать, что эта удельная продукция активных форм кислорода на единицу белка, это не означает, что в клеточных линиях, которые экспрессировали мутированные ревертазу, не было продукции активных форм. Они были, это просто удельно их было меньше. Все эти формы ревертаз способны были вызывать окислительный стресс и продукцию роз. Далее мы посмотрели, как эти клетки двигались в тесте заживления ран. Мы показали, что те клетки, у которых был более высокий уровень продукции активных форм кислорода, они особенно на поздних этапах заживления рана очень активно двигались. Скорость их движения в ранее была выше, чем скорость движения клеток с меньшим уровнем продукции роз. То есть, как мы знаем, этот тест является отображением метастатической активности клеток. Мы видим, что продукция ревертаза предрасполагала клеточные линии к метастазированию. Как мы видим, исходные клеточные линии обладали более низкой миграционной способностью. И вот это заживление ран, оно здесь как бы изображено. К сожалению, очень сложно это сделать хорошо видным, но мы заметили, что меняется способ передвижения клеток. У них был в ранее эпителиальный фенотип, они зарастали слоем исходной клетки. Те клетки, которые производили много активных форм кислорода, они прыгали в ранее. То, что мы называем мезонхимиальным фенотипом, так сказать, ну я тут забавную картинку произвела относительно этого мезонхимиального фенотипа, но мы неоднократно наблюдали это странное движение, помимо эпителиального клетки начинали прыгать в ранее. Соответственно, мы заподозрили, что продукция обратной транскриптазы и активных форм кислорода, она, по всей видимости, вызывает сдвиги в эпителиальном-мезонхимиальном переходе. Мы охарактеризовали экспрессию пяти факторов, широко известных факторов, которые задействованы в этом процессе. Екатгидрин, который характерен для эпителиальных клеток, и энкатгирин, виментин, твист и снейл – два транскрипционных фактора, которые характерны для клеток безонхимиального фенотипа. Мы показали, что достоверно возрастает для каждой из этих клеточных линий. Для каждого из этих… Достоверное возрастание происходило для всех клеточных линий. Здесь они обобщены все вместе. Большой разброс, поскольку взяты все семь линий вместе. Для всех них показано достоверное возрастание экспрессии виментина. А далее мы проанализировали, насколько возрастание экспрессии этих факторов, ЕМТ-перехода, коррелировало с экспрессией этими клеточными линиями обратной транскриптазы. И мы показали, что существует линейная зависимость между количеством обратной транскриптазы, которое производится в этой клеточной линии, и уровнем экспрессии на уровне МРНК, транскрипционного фактора ТВИСТ. Далее мы перешли к характеристике роста этих культур инвива. Мы вводили их мышам. И тут вы видите характерные картины роста опухоли в каждой из этих линий в мышах. И оказалось, что все клеточные линии, которые производили немутированную ревертазу, обладали более агрессивным ростом, они росли быстрее, и опухоли за то же время, одинаковое время, вырастали до больших размеров, чем опухоли, образованные мутированными ферментами, или исходные клеточные линии. Более того, размер опухоли, оцененный по биолюминесценции и по измерению штангенцинклю, морфометрически, коррелировал с экспрессией ревертазы. Вот по данным биолюминесценции на этом графике, может быть, не очень красиво, но очень красиво. С большим удивлением мы увидели эту кривую для себя. Коррелировал морфометрический размер опухоли с экспрессией линий транспекционного фактора ТВИСТ. Более того, эти клеточные линии получили усиленную способность образовывать метастазы. Мы показали ранее, что клеточная линия, экспрессирующая репортер, она ущербна в способности образовывать метастазы по сравнению с исходной клеточной линией. А там в основном образуются только метастазы в легких. В случае присаживания опухолей экспрессирующих ревертазы мы наблюдали также образование метастаз в печени. Здесь я не показываю, но также мы наблюдали метастазы в мозгу, которых вообще не образовывает исходная линия. И более того, здесь мы показали, что чем больше ревертазы экспрессировали эти клеточные линии, тем больше метастаз образовывалось, например, в печени. Вот на этом рисунке показано. Случаи превышения в количестве метастаза, вот они обведены, так сказать, красным. И вот те, так сказать, заключения, которые мы сделали из этого, это то, что стабильная экспрессия ревертазы приводит к повышению уровня активных форм кислорода, что экспрессия ревертазы промотирует переход клеток к мезохимиальному фенотипу, это характеризуется повышением экспрессии характерных белковых факторов, что эффекты наблюдаемые экспрессией ревертазы вызывают пропорциональное возрастание уровня экспрессии твист, и что, так сказать, это выражено экспрессией особенно для немутированных вариантов ревертазы и в меньшей степени для мутированных вариантов. И что именно экспрессия немутированной ревертазы достоверно повышает онкогенный и метагенный потенциал исходной клеточной линии пропорционально повышению уровня экспрессии твист. А вот при этом мутированные ревертазы, хотя они вызывали более высокий уровень продукции активных форм кислорода, но они не были способны повысить метагенную или онкогенную активность исходной клеточной линии. То есть мы можем сказать, что продукция роса как таковая не связана с ферментативными свойствами ревертазы, а вот про ее онкогенные свойства мы этого сказать не можем. И основным фактором, который выявился в корреляционном анализе, основным фактором вот этой повышенной онкогенности и тюморогенности была именно экспрессия фактора твиста, который, как известно, активно задействован в корреляционном генезе. И недавняя работа показала, что твист является модулятором продукции роста. То есть при повышении, при окислительном стрессе он настроен, так сказать, на то, чтобы его снизить и повысить выживаемость клеток. И мы, так сказать, объясняем свои данные тем, что при повышении продукции обратной трескриптазы и пропорциональному повышению уровня экспрессии твиста происходит супрессия продукции активных форм кислорода, который обеспечивает повышенную живучесть, так сказать, мобильность, живучесть и, соответственно, онкогенность этих летних клеток. То есть вот это, так сказать, один из возможных механизмов онкогенеза, вызванного ВИЧ-инфекцией. И как, так сказать, интересная отсылка, это вот статья, которая была опубликована ранее, ну, почти уже 5 лет назад, которая показала, что и ретровирусные обратные трескриптазы способны вызывать ЕМТ-переход и усиливать пролиферативную метастатическую активность раковых клеток. Есть ссылка на эту статью, можно посмотреть. Облажаем, естественно, глубокую благодарность всем участникам нашего очень большого коллектива с большого количества института из трех стран и поддерживающих нас организацией. Спасибо за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Вопросы? Андрей Петрович, пожалуйста. Маша, скажите, пожалуйста, а вот это не означает, что тогда, ну, допустим, когда ген РТ на различных векторах, там или на ДНК, в составе вакцины, да, противоспидовые, то, что он может вызывать вот такие онкологические последствия? Нет, вот мы, например, мы показываем, что если вы вводите туда мутации лекарственной устойчивости, это свойство полностью пропадает. И что сама по себе активная продукция РОС не является, так сказать, фактором, который может повысить онкогенность и, там, метагенность. Более того, это, естественно, не входило в эту работу, мы провели испытания, собственно, этих конструктов при введении в возрастающих дозах мышах, и мы показали, что полное отсутствие каких бы то ни было патологических изменений у мышек после многократного введения, отсутствие изменений иммунного статуса, достаточно иммуногенности и, так сказать, иммуномодулирующие свойства проверяли и не нашли никаких отклонений. Но при этом мы не вводили немутированный ген. А еще очень интересный момент, я не указывала, это то, что мы брали селезенки этих животных и проверяли, способны ли они распознать доминантные эпитопы обратной транскриптазы. То есть, в принципе, могли бы они отторгнуть эту опухоль, которая экспрессирует ревертазы на высоком уровне. И обнаружили, что нет, они не могли, потому что ответ на основной иммунодоминантный эпитоп ревертазы в мышах, в которых эти опухоли росли, отсутствовал. И более того, у них также еще и селезенки были, так скажем, деформированы с уменьшением количества лимфоцитов и увеличением количества гранулоцитов, что характерно для этой линии. И эти свойства у животных, которые имплантировали опухоли, экспрессирующие ревертазу, немутированную, были выражены достоверно, более сильно, чем у животных, получавших исходную линию. Да. Извините, может быть, я немножко прослушала. Вы выбрали в качестве мутантных штаммов, вернее, не штаммов, мутации, которые использовали здесь, это 184-65, это мутации, которые снижают репликацию вируса. Да, 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 именно потому, что мы хотели получить варианты с пониженной активностью. А в качестве контроля можно было взять и вариант с мутациями, которые увеличивают фитнес-вирусы? Понимаете, это практически невозможно было сделать, я вам скажу, почему, и этого не касалось здесь, мы сравнили активность нашей консенсусной ревертазы с активностью ревертаз немутированных. Это наша ревертаза несколько раз более активна, чем они, она консенсусная, и ее практически невозможно сделать лучше, чем консенсусная. Ну, хорошо, давайте мы попробуем вашу ревертазу. Еще вопросы? Обратная транскриптоза является частью инфицированных лимфоцитов, правильно? Для того, чтобы то есть частью инфицированных лимфоцитов. Есть ли какие-то указания на какую-либо ассоциацию может быть не свободной вирусной нагрудкой, но вирусной нагрузкой лимфоцитов по сравнению с раком? Думаю, что потому что вы не продолжаете обратную транскриптозу в легких. Нет, мы продолжаем такое рассмотрение, потому что этот фермент, как мы обнаружили, секретируется. Я не говорю секретируется точно, потому что он неактивный, но каким-то образом он выходит из экспрессирующих клеток. Половина фермента находится в среде клеток и таким образом он может добраться до других клеток, например, клеток эпителия и воздействовать на них. большая часть фермента белки, которые вовлечены в онкогенную трансформацию в случае ВИЧ и которые показали экспериментальный эффект с точки зрения потенциирования онкогенности также присутствуют за пределами инфицированных клеток ТАТ и П17 в визикулах они находились. Это уже не в микрофон, извините. когда мы говорим о ТАТ, активирующей папилломовирусы, ТАТ, возможно, не имеет такие особенности релевантные к информации, как и обратная транскриптаза. Может быть, есть смысл, кроме секреции или как бы вы ее ни назвали, надо подумать, что если он заходит внутрь, он должен быть активным. Нет, не должен. Мы показали. Если вы думаете о действии окислительного стресса, он не связан с ферментной активностью. Мы даже попробовали фермент, у которого не было вообще никакой активности. Он все равно индуцирует реактивные формы кислорода. но относительный уровень очень высокий и разница между мутирующими и не мутирующими формами заключается в потенциале связывания. Есть опубликованная известная сеть партнеров обратной транскриптаж в клетке. Некоторые из этих партнеров принимают участие в регуляции РОС. Проблема активных и неактивных форм это взаимодействие, а не сама по себе активность. опять же наш итальянец говорит без микрофона. Но мы это проверим. Я думаю так, но доказательств у меня пока еще нет.